В чем причина развернувшейся на страницах печати полемики между вами и Академиком Арбатова? Я бы хотел только сразу сказать, что эта полемика не носит какого-то личного характера. Я с Академиком Арбатовым знаком уже много лет, и мы знаем достаточно друг друга. И в данном случае, я думаю, что существуют различные подходы у меня и у него именно к степени опасности для нашего государства. К степени того, как мы должны отстаивать нашу независимость, нашу самостоятельную внешнюю политику. По моему мнению, Академик Арбатов в данном случае недооценивает, что для того, чтобы и в современных условиях такое государство, как Советский Союз, было самостоятельным и независимым, оно должно иметь соответствующие вооруженные силы. А какой, на ваш взгляд, остается уровень военной опасности для нашей страны? Можно ли сейчас сказать, что уже соперничества между Советским Союзом и Соединенными Штатами, между блоком НАТО и Организацией Варшавского договора нет? Я бы не сказал это. Ведь Соединенные Штаты до сих пор отказываются вести переговоры с нами по сокращению военно-морских сил. Они говорят, что таких переговоров не может быть потому, что им военно-морские силы нужны как глобальной державе для защиты национальных интересов Соединенных Штатов. Может быть, это отчасти и так. Но, с другой стороны, Соединенные Штаты не снимают озабоченностей Советского Союза, который существует в течение уже нескольких десятилетий. Мне приходилось не раз говорить о том, что Соединенные Штаты окружили Советский Союз военными базами в начале 50-х годов и до сих пор их не сокращают. Вот, пожалуйста, посмотрите. Вот кольцо военных баз Соединенных Штатов вокруг Советского Союза. На этих базах размещено свыше 500 тысяч вооруженных сил США. США, корабли военно-морских сил, авиации военные. Таких баз много сотен. Соединенные Штаты не сокращают количество авианосных ударных соединений. Их у них 15. На борту авианосцев размещено до полутора тысяч ударных самолетов, которые могут в течение 80-ти суток развернуться вокруг территории Советского Союза. Ну, вы знаете, одни специалисты военные утверждают это, другие утверждают другое. А вообще, ведь надо посмотреть на это дело гораздо шире. Потому что мы заклинились, мне кажется, на узком понимании безопасности с самого начала. Вы знаете, вероятность войны сейчас, в общем, резко снизилась. Я себе не представляю, чтобы американцам так уж хотелось нас завоевывать, тем более рискуя. Тем, что даже несколько бомб этих ядерных ракет упадет на их территорию. Не говоря уже о том неимоверном количестве, которое мы имеем. И зачем завоевывать? Чтобы решать наши экономические проблемы? Или на горный коробах получить наследство? Это вообще все стало другим. Вы понимаете, нам угрожает больше другое. Вот сегодня перед нами угроза экономическая стоит очень серьезно. И что станет со страной, если начнется голос в стране? Она что, выдержит это политически? Она этого не выдержит. Как нам удержать союз, федерацию, если экономика будет разваливаться? Мы этого не сможем сделать. Вот где новые вещи. Так что теперь перестала быть оборона священной коровой. Она осталась важной. Сегодня безопасность шире обороны военной. И сегодня соревнуются за безопасность другие разные программы. И программа здравоохранения, программа подъема экономики, программа образования. Понимаете, это должен быть серьезный очень разговор. А потом наши военные специалисты привыкли разговаривать по секрету. И без конкурентов. Чтобы люди с ними не спорили. Потому что вы начинаете спорить, а они говорят, а вы не знаете. Когда спрашиваешь, а что я не знаю? А это секрет. Вот попробуйте, спорьте. У нас в течение какого времени это все было под колпаком глухой секретности. Вот и наделали глупости. Пожалуйста, СС-20 делали. Потом пришлось уничтожать. Тогда нам кричали, что у нас пора наравне. Оказалось, нам в три раза больше пришлось уничтожать. Настроили танков. 64 тысячи танков. По нашим данным. Больше, чем во всем мире вместе взятым другом. Как это было возможно? Кто это разрешал? Если будут достигнуты успехи на Венских переговорах, мы вынуждены будем сократить десятки тысяч танков. Можно посчитать, во что это обойдется. Кто ответит за этот ущерб? Видите, я думаю, что вопрос совершенно неправомерно ставится об ответственности. Дело в том, как исторически развивались вооруженные силы сторон и какие задачи перед ними ставились. Ведь после Второй мировой войны, когда развернулась холодная война, между Советским Союзом и Соединенным Штатами, а позже между Блоком НАТО и Варшавским договором, ситуация складывалась такая. Я вынужден обратиться опять к этой карте. что Соединенные Штаты и Блоком НАТО в основном развивали свои военно-морские силы и компоненты, связанные с ними. И окружали Советский Союз, вот так, как я вам показывал уже, вот этими базами и своими вооруженными силами, развивали стратегическую авиацию и создавали для нас военную угрозу. Мы не могли создать аналогичную военную угрозу Соединенным Штатам, которая размещена за тысячи километров за океанами от нас. И мы не могли развернуть такого военно-морского флота. У нас никакой экономики бы для этого не хватило. Поэтому развитие у нас вооруженных сил и руководство нашего государства и Варшавского договора тогда приняли сознательное решение развивать сухопутные войска. А в сухопутных войсках, в первую очередь, бронетанковые войска для того, чтобы создать угрозу блоку НАТО в Европе. Продолжение следует...